В связи с личным заявлением о должности заместителя председателя комитета экологического, технологического и строительного надзора, освобождена Алена Газаева. Члены правительства также утвердили проект плана законопроектной деятельности правительства на второе полугодие текущего года. Кабмин единогласно проголосовал за утверждение проекта с учётом дополнений. Они касались трёх законопроектов, представленных в меню с Комитетом промышленности, транспорта и энергетики. Правительство утвердило ежегодный план санитарных робок и отпуска древесины из лесосечного фонда республики. Было отмечено, что лесосечный фонд образует древесина, ежегодно вырубаемая в лесах государственного значения для главного пользования ухода за лесом санитарных целей. Площадь лесосек для выполнения плана лесозаготовок составляет 10 202 кубометра. Основанием для определения размера лесосечного фонда служат расчётные лесосеки, заявки потребителей, балансы производства и потребления древесины, составляемые для республики. И сегодня же Кабмин принял проект распоряжения правительства, направленный на своевременную реализацию мероприятий инвестпрограммы. Министр строительства Константин Елдзаров добавил, что в соответствии с решением сопредседателями межправкомиссии, инвестпрограмма на 2023-2025 годы была утверждена в новой редакции. В неё были внесены необходимые дополнения, корректировки и изменения в части перечня мероприятий, нумерации пунктов и объёмов финансирования. В разделе три инвестиционной программы с наименованием организационные, стратегические и социально значимые мероприятия было включено новое мероприятие по приобретению информационно-технических средств для Таможенного комитета Республики. Заказчикам по нему предлагается определить Таможенный комитет Республики Южной Осетии. Также пунктом 10 решения межправкомиссии определены к реализации предложенные Югостинской стороной новые мероприятия по восстановлению затворного штузового комплекса на Зонгкарском водохранилище Республики и разработке проектно-сметной документации по объекту модернизации системы водоснабжения в городе Квайса. Он отметил, что государственным заказчиком, координатором по исполнению инвестиционной программы на 2023-2025 годы является Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики. Стелла Бязарова, Регина Черткоева, Сармат Гузитаев. Информационный выпуск сегодня.